Спортивное обозрение Спортивное обозрение Спортивное обозрение Спортивное обозрение в которых может определиться победитель чемпионата. 13 и 17 мая на паркете должны встретиться Гомель и БНТУ БелАЗ. Если в первом поединке выиграют представительницы нашей области, то они получат титул чемпиона, а вторую игру отменят. После первого этапа у гомельчанок 45 очков и первая строчка рейтинга. На два балла отстают минчанки. Также решено перенести финалы четырех розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских и женских команд на начало сезона 2020-2021. Центральный матч второго тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги прошел в областном центре. Футбольный клуб «Гомель» встречался с локомотивом. Открыли счет железнодорожники. Андрей Соловей на девятой минуте реализовал пенальти. На 21-й минуте зелено-белые сравняли счет. Оторвались подопечные Андрея Горовцова на 36-й минуте. Сначала Андрей Кухаренок забил мяч, а затем гол оформил Павел Клинье. На 65-й минуте подопечные Ивана Биончика сократили разрыв. Итог 3-2 в пользу локомотива. Оба мяча в составе «Гомеля» на свой счет записал Артем Васьков. Он же замыкает тройку лучших бомбардиров чемпионата. За ним следует железнодорожник Денис Козловский. Светлогорский химик в этом туре потерпел поражение на своей площадке от столичных Крумкачей 0-4. Речицкий спутник встречался в гостях с футбольным клубом «Ашмяны». Закончилась встреча минимальной победой гостей 0-1. Автором единственного гола в матче стал Валерий Потороча. Третий тур чемпионата пройдет 2-го и 3-го мая. Это все новости спорта на сегодня. С ними вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова